вы его обожествили то есть вы воспринимаете его лучше чем есть на самом деле но в какой-то степени отошла но все равно вы его воспринимать лучше чем он есть на самом деле в таких случаях люди обычно возвращаются видите вот так устроена корыстная структура отношений то есть если вы молитесь за него чтобы не все хорошо было просто так тогда это одно а если вы поняли что он не придет тогда вы думаете тогда я не буду молиться за него ведь и так устроен человеческая корысть у меня был такой случай одна девушка добивалась прямо сильно одного парня он ушел в ведический ашрам жить ну как было на они встречались и он решил вдруг просто жить в ашраме и она так сильно расстроилась и мне пришла на эту тему разговаривать с ним тоже поговорил и увидел что по его судьбе сейчас невозможно ему жениться и только через четыре года он сможет опять думать о семье а ей надо было уже быстрее замуж по ее судьбе и как только она об этом узнала она сразу до этого так сильно добивалась этого человека как только она узнала что вот столько ждать она сразу вдруг передумала резко все вся и любовь прошла ничего не меняет можете молиться можете не молиться не нет обе нет вашей обязанности за него молиться вот если бы это был ваш муж вы могли молиться не подошли друг другу расстались позабыли все дальше ищите другого но этот человек к вам не вернется это сто процентов сдайте этот экзамен и еще я хочу дать совет девушкам никогда неблагоприятно девушке привязываться парню раньше чем он доказал что он любит никогда неблагоприятно даже если он хороший человек там и так далее чем больше вот ним привет тем меньше у вас любит а если он вообще ушел и вы привязались вы просто теряете год-два жизни пытаясь отвязаться от него потому что женщина очень медленно забывает человек поэтому будьте предельно осторожны привязываясь человеку чувствуете влюбляетесь в кого-то это очень неблагоприятно я знаю случаи девушки оставались одинокими на годы на 8-10 лет она ждала человека он ее вообще не любит как бы и она верит что на полюбит когда-то но так можно одной остаться на всю жизнь ну то есть это очень неблагоприятно то есть никогда не надо то есть парень добивается девушку если он добился то можете дальше замуж вышла привязывайся а пока пока замуж не вышла не надо к нему привязывая девушки очень медленно отвыкают от мужчин им очень трудно отвязался привязалась потом годы можно сидеть одна и пока от не отвязалась от этого человека нового человека не будет жизни потому что женщина является инициатором отношений от нее исходит сила на как к лучом направляет куда свою силу тот человек начинает ее любить а если яма должна пробовать туда подумала об этом подумала о том подумала но если она к одному привязалась а он не отвлекается никак можно всю жизнь на это потратите никакого толку просто зря время пройдет и все ну давайте рядом девушка ну нормально ну это все зависит от вас ну что он в чем хочет от вас в чем причина ссор то есть у него неустойчивая психика неустойчивая психика держитесь от него здесь на дистанцию если он начинает ссориться уходите видите себя более вы должны научиться если человек ведется по-хамски вы должны научиться быть сильнее и вести себя даже ценой скандала вести себя твердую позицию занимать не терпеть не мучиться не страдать если человек раздражен ну как бы несправедливо раздражен по отношению к вам вы должны уходить в сторону от него как бы молчать не разговаривать уходить закрывать дверь не позволяет над собой издеваться иначе вы с ума садить так невозможно жить но если вы думаете ждете когда он здравый смысл у него появится у людей может вообще никогда не появится здравый смысл потому что причина такого его поведения его внутренней неустойчивость он просто у него его психика слабая у него просто слабая психика ему нужно быть уверенным что человек сильнее его нажима вот если вы будете сильно себя с ним вести он успокоится он будет чувствовать что он ничего с вами не сделает и успокоиться в результате но если он будет чувствовать какую-то возможность какое-то влияние он будет продолжать давить продолжают давить в целом мужчина всегда давит потому что он не чувствует что женщина не подчинена даже если она подчинена иногда мужчины такой как бы комплекс неполноценности ему кажется что она неподчинена в целом следует знать что у женщины психика сильнее во много раз чем мужчины поэтому многие мужчины они давят на женщин потому что они не понимают, что женщина все равно останется сильнее, хоть дави, хоть на нее, хоть не дави. Но женщина психически по природе сильнее, чем мужчина. И она может по своей воле только подчиняться или не подчиняться. Если она не захочет, ты с ней ничего не сделаешь, хоть убей. Если женщина не хочет подчиняться, надо значит в ней жить вот так с такой. Принять судьбу просто и по-доброму к ней относиться. Когда она успокоится, она начнет подчиняться. Женщина не подчиняется мужчине только из-за страха, она когда его боится. Если женщина подчинилась сама, то можно спокойно жить. Не подчинилась, тоже надо спокойно жить, но подальше от нее держаться. Вы не подчинились своему мужу пока, ему надо от вас держаться подальше. Он не хочет держаться подальше от вас, поэтому он раздражается вашей силой. Когда женщина не подчинена, она оказывает сильное влияние на него. Это влияние вызывает раздражение, начинает скандал. Есть еще глубокая причина, другая, почему он ругается. Потому что вы в сердце не хотите с ним жить внутри. В своем сердце вы не хотите с ним жить. Вы хотите от него удрать, но не можете, потому что вы такой человек порядочный. И получается у вас раздвоение личности. С одной стороны вы с ним живете, а с другой стороны жить не хотите. Вы должны все-таки решить, что вы хотите. Если вы живете с ним, надо подчиниться ему, пытаться любить, служить. И тогда все наладится. Но если он видит, что вы как бы не подчиняете, он злится. Начинается скандал и так далее. Это никогда не закончится. Пока вы не подчинитесь сердцу своему. Он видит, что вы подчинились, сразу успокоится. Не сразу, а немножко погубнит и успокоится. Вот вы, девушка. Добрый вечер, Олег Геннадий. Садитесь. Мы с мужем живем уже 18 лет. Благодаря вашим лекциям вы поменяли свою жизнь. Спасибо вам большое. Женя друг другу поменяли. Дочери 14 лет, а дети больше не приходят. Это скоро на пенсию. В нижних центрах застой. Правый придаток вообще еле дышит. Левый нормально работает. Матке тоже есть изменения. Ну то есть нужно очистить организм. У вашего мужа, мне кажется, все нормально. Но у него тоже там застой начинается. То есть нужно движение, здоровый образ жизни, очищать организм, тогда будет результат. Если просто ждать, то ничего не будет. Мы же стареем, поэтому силы зачать становится меньше у человека. В целом, женщины, знайте, что если вы, допустим, ребенка родили и пропускаете больше трех лет после этого, то это очень опасно остаться дальше без детей. Вот если вы родили полтора года, и надо опять зачинать. Или два. Вот сколько вам надо, подряд пускай зачинаете. Потому что когда женщина родила, у ней вот в течение двух лет зачать второго, это вообще весь проблем. Понимаете? А если больше двух с половиной лет начинаются, уже трудности, застой там начинает появляться. И тогда уже будет тяжелее рыбы. Если вы не рожали, когда положено, ждали, ну как бы оттягивали время, потом уже... Сейчас надо раскочегаривать организм сильно, маскезы совершать, чтобы организм ожил. Нужно бегать, йогой заниматься, в бассейне купаться, на юг съездить, что-то делать, чтобы солнце поступало, чтобы... А вот муж начал бегать, и он говорит, я не могу, у меня колени болят, суставы ломают. Надо продолжать... Бегать не быстро. Вот смотрите, если человек из себя насилует, бежит, у него будет все болеть. Надо бегать спокойно, и болеть все равно будут колени. Но будут болеть потихоньку. Надо ждать, когда они ослабеваются. Боль там, допустим, дни пять ждать, опять бежать. И так через полгода боль пройдет совсем. Но если он пытается бегать быстрее, то есть, другими словами, гордиться собой, над собой пытается совершать насилие, тогда он может повредить суставы. Спасибо. Ну вот женщина, вы. Нет, вот дальше. Нет, вот третий ряд. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос по вчерашней теме, по режиму дня. Просто обменивались впечатлениями с мужем, он у меня работает на ногте. То есть, сейчас работает ночную смену. И как ему быть, как правильно питаться? То есть, получается, он кушает ночью, а спит днем. Тушеные овощи ночью можно кушать, молоко можно пить. Можно ночью есть финики из фруктов. Такие легкие фрукты, не возбуждающие. Сухофрукты, не фрукты. Тушеные овощи, гречку можно есть ночью. Можно есть молоко, пить, сливки. Можно травные чаи пить ночью. Можно ночью пить мед, есть ночью. Вот такая пища. И молиться Богу, чтобы дал работу днем. Бросать не надо, потому что это еще хуже будет. Тогда вообще от этого психика может у мужчины пострадать, если он без работы. Но вообще, если работа касается, вот он сейчас работает, это его работа, просто очень долго языкал. Это его работа, нормально, пускай работает. Вот Бог дал работу, слава Богу. Надо молиться, чтобы лучше работу Бог дал. Бросать не надо, пока Бог не даст лучшее, надо продолжать там работать, искать другую. И можно еще спросить про пост родить, а можно поститься вот по той силе, как Вы говорили, до 12 лет. Какой возраст? 12 лет дочь у меня, у нее лишний вес. То есть мы вместе с ней можем? Да, можно, да, можно. Можно до обеда не кушать и вот по тяну поститься. Можно, да. Спасибо. Ну вот, на первом ряду молодой человек. Здравствуйте, доктор. У меня такая ситуация, что с одной стороны со мной все хотят общаться, с другой стороны никто не хочет общаться. Со мной хотят общаться, но только на тех условиях, которые мне продиктуют мои друзья. Но на условиях, которые я диктуру, уже никто не хочет со мной общаться. Почему? У меня ни одного нормального друга нет. А друзья появляются только когда нужны деньги. И все только тянут, вещами, сменяют деньги. Ссылаясь на здоровье детей, родителей. Когда... Потому что это зависит от чувства собственного достоинства. Если у человека чувство собственного достоинства, ощущение себя как личности слабое, то тогда люди издеваются над этим человеком, гнетают его. Если человек сильный внутри себя, чувство собственного достоинства сильное, то над ним издеваться невозможно. И тогда появляются другие друзья, которые будут дружить, на правильных условиях. То есть дружба не на правильных условиях означает, что вы это позволяете делать. Но что у вас слабое чувство собственного достоинства. И как это позволить? Вам надо поменять свое чувство собственного достоинства. Для этого нужно учиться просто что-то делать доброе для людей, молиться, совершать аскезы, чтобы стать сильным внутренне. Вам надо сейчас задумать не о том, как вас мучают, а о том, как стать сильным и самодостаточным. Это у нас сначала изучить эту тему, понять, что такое самодостаточный человек. Вот допустим, одна девушка такая несчастная, замученная, и она никому не нужна. А если кому-то нужна, то человек просто сексом с ней занимается бросает ее. Или девушка такая сильная, как бы самодостаточная, и если кто-то встречается ей, она ему ставит условия говорить замуж или не будем с тобой дальше дружить. Также парень тоже, или он такой слабый, замученный, несчастный, и тогда все его потакают, как бы все его эксплуатируют. Или он сильный, как бы крепкий, внутренний, не позволяет никому над собой издеваться. И тогда находятся хорошие друзья. А почему вы не говорите звучит музыка, стихи? Где? А это влияние духов, это тоже из-за слабости. Почему это происходит? А вы не слышите меня, я вам говорю, а вы спрашиваете. Вы слушайте. Когда у человека психика слабая, чувство собственно достоинств слабое, то тогда его психикой завладевают духи. И эти духи, они делают музыку, стихи читают. Это влияние духов. То есть дух это такое существо, которое в вас живет, независимо от вас. Это опять из-за слабости внутренней. То есть видите, опять надо стать сильным, получается. И каким образом? Можно просто аскизу совершать, допустим, стоять неподвижно и молиться. Если человек неподвижно стоит, он пробивает свои каналы тонкие, то есть он овладевает своей психикой постепенно. Чем больше он пробивает каналы, тем меньше места для духов остается жить. Можно просто неподвижным положением тела и молитвой выгнать духов. Можно бежать, допустим, или идти долго. Вы слушаете меня или нет? Я с вами разговариваю. Можно идти долго или бежать. И чем дольше человек идет, тем больше он занимает психику свою, своей силой внутренней. И занимая своей силой психику, он выгоняет духов таким образом. Спасибо. Можно также закаливаться, сидеть в воде. Допустим, я когда был юношей, мне было там лет 12, 13, 14, у меня родители были очень плохие отношения. И это сильно ослабило меня как личность. Я стал таким слабым. И у меня было тоже чувство, что как будто какая-то сила мной владеет. Тоже из-за ослабления, тоже духи начали атаковать. Но я интуитивно начал купаться в проруби, закаливаться, ходить босиком по снегу, бегать, йогой заниматься. и я владел своей психикой. То есть я вернул назад себе свою психику. То есть никто уже не смог пользоваться ей. Нам надо это сделать просто и все. Все в ваших руках. Жизнь человека принадлежит человеку. Никто не может отнять у вас вашу психику, если вы сами не позволяете ей пользоваться. станьте сильнее, побеждайте судьбу. Можно неподвижно стоять и молиться, можно слушать лекции и идти долго, можно бежать, можно закаливаться, в конце концов в прорубь залазить. Когда человек купается в проруби, ни один дух в него не залезет, ему там холодно становится. Они выскакивают все как ошпаренные. Вот задев на третьем этаже девушка. Выбор. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как заканчивается тяжелым периодом? У мера есть... Становится спокойно. Вот было напряжение, человек жил напряженной жизнью, у него была трудность, потом раз стало спокойнее. Но иногда человек находится в стрессе. Когда человек находится в стрессе, он не поймет, что закончился тяжелый период, потому что он сам себя накручивает. Но если человек молится, работает над собой, ему тяжело. И потом в какой-то момент раз становится легче, 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 и все, заканчивается таким образом тяжелый период. Вот была ситуация летом, я начала молиться, три молитвы, и получилось, что так открыло в августе у близкого человека, после ротовая депрессия случилась, и получилось, что я могла только быть рядом. То есть для меня это было страшно. Да, тяжелый период у вас был такой. В это время ребенок ломает ногу, и меня по скорой увозят два раза с разными диагнозами. Да. Я тоже могу вам пожаловаться. В декабре прошлого года, в октябре, мне стало очень тяжело, я даже кольца не смог свои носить, которые мне давали силу. Вот. Я еле-еле читал лекции, почти не спал, и в это время у меня начал уходить из жизни отец. Я раньше молитвой спасал ситуацию, а сейчас я молитвой только себя мог вытащить своей. И в конце концов он ушел из жизни. А плохой период закончился где-то в начале января. Давайте будем жаловаться друг другу, хорошо? Мы сейчас этим займемся, да? Или чем мы будем заниматься? молитва? молиться я хотела спросить что не останавливаться молиться даже если типа страх и так далее. Страх означает что вас побеждает судьба. Не бояться. Спасибо. У меня был период тогда в этот период когда я даже ночью молился я спал и молился по ночам. Человек не должен сдаваться просто никогда. надо верить что молитва победит судьбу. Но молиться означает помнить. Понимаете человек когда молится он должен что-то помнить. Если человек помнит свой плохой период и свою плохую судьбу то молитва не работает в это время. Молитва означает что человек помнит о старшем. А если он не может вспоминать старшего или святость во время молитвы тогда он должен слушать голос бесполезно она не работает и можно там хоть убиваться целыми днями но от этого никакого толку не происходит потому что победа над судьбой начинается тогда когда человек от нее отвлекается думает не о своей судьбе не о своих проблемах а сильнее этих проблем в своем сердце когда человек жалуется 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 хнычит это значит он проиграл вот зеленый пшеничек вот если много лет продолжается одно и то же значит нужно просто подальше держаться от мамы иногда судьба бывает настолько тяжелой что человек или умрет или отодвинется а это ваш выбор вы можете несмотря на ее не хочет просто поменьше общаться с ней зашаться на дистанцию желать ей счастья ну то есть отодвигаться не означает плюнуть на нее и уйти там понимаете отодвигаться означает что вы просто не общая близкие отношения не строите с ней заботитесь не мамочка тебя люблю спасибо за все желаете счастья но отношения не выяснять она начинает если выяснять вы просто уходите и все у вас тоже есть прав выбора вы уже не маленький ребенок просто получается сейчас в одном находится три поколения я моя дочь и моя мама и вот получается она знает за свое поколение за мое поколение за мое все пускай будет плохо ничего страшного надо ей ставить условия говорить или ты успокаиваешься и перестаешь так сильно давить на всех или я буду на дистанции держаться я потому что не выдерживают давление вот смотрите сейчас объясню вот бывают три состояния у человека чувство собственного достоинства одно состояние агрессивное когда человек сильное достоинство имеет вот как мама у нее она сильная сильный человек сильное достоинство но агрессивное то тогда в этом случае нужно ставить стенку ну то есть отодвигаться от этого человека и также иметь сильное чувство собственного достоинства не унижаться и становиться тряпкой рядом с таким человеком агрессивным а воспрять духом стать покрепче и сделать отпор ну то есть сказать извини мама как бы у меня своя жизнь если ты будешь на меня нажимать я буду вот чуть от тебя подальше держаться и не буду делать как ты хочешь а если ты хочешь дружить тогда успокойся немножко ослабь свое давление она естественно не станет вас слушать тогда вы а не станет плакать ну пусть плакать плакать кстати это это тоже тип женского давления вот плакать это как мужик допустим ругается женщина плачет это одно и то же это способ давить плакать надо это правильно понимать что это тоже агрессия она таким образом вас продавливает просто слезами это агрессивное поведение неосознанное женское агрессивное поведение если агрессию человек совершает надо просто не обращать внимания держаться на расстоянии ставить условия и тогда она трезвеет понимает что по-другому у нее не получится в жизни на силу всегда нужно совершать силу теперь человек имеет сильную позицию внутреннюю но нейтральную он сильный человек а ты слабый допустим но он нейтрально себя ведет он на тебя не наезжает тогда тоже стань сильным и устанавливай такие отношения достаточно спокойные ненавязчиво нейтрально с ним себя веди если человек имеет добрые отношения тогда можно ближе с ним быть ну то есть есть три типа людей есть невежественные люди от них всегда надо держаться дальше и сильнее быть сильнее с такими людьми есть страстные люди они нейтрально себя ведут они деловые отношения строят ну не надо тоже с ним лезть в это близкие отношения там выяснять что-то просто выполнять свои обязанности перед ними служите и как бы живите чуть-чуть на расстоянии а если человек добрый он хорошо относится ну будьте ближе к нему просто вы поймите если вы сами не устанавливать правильную дистанцию с людьми тогда вы будете страдать человеком нужно выстроить правильную дистанцию всегда агрессивный человек нуждается в коррекции агрессия всегда должна преодолеваться с помощью внутренней силы дистанции достаточной вот смотрите допустим человек пьяница и дебошир никто вас не заставляет страдать вы не узник узник концлагеря вы можете вообще жить в соседней комнате запираться от него или жить в другом месте и считать его своей женой допустим вас никто не заставляет страдать ваше мучение это всего лишь неправильное понимание вещей некоторые люди думают или я ухожу от него или я мучаюсь вместе с ним нет живи отдельно не мучайся ставь условия но если человек мучается значит он сам в невежестве находится он не понимает как правильно себя вести с людьми которые недостойны близких отношений мать означает уважение уважение не означает унижение он говорит мама я тебя уважаю но если ты будешь агрессивно себя вести я буду защищаться вот допустим если у меня есть какой-то родственник старший имеет он право надо мной издеваться нет и он старший я его уважаю как старший но если он начинает надо мной издеваться я защищаюсь потому что он никто не имеет права издеваться над человеком ни старший ни младший ни равный никто если человек начинает издеваться он нарушает закон Бога я защищаюсь но при этом его уважаю. Я говорю, дядя там или тетя там или еще кто-то, я буду как бы вести себя строго сейчас, потому что ты нарушаешь законы, ведешь себя агрессивно. Хоть ты и старше, я тебя уважаю, но я не позволю тебя унижать. Ты не имеешь права этого делать, потому что человек должен жить в гармонии со всем миром. Никто не имеет права его унижать без надобности, хоть старший, хоть кто, не имеет значения. А если насилие совершается, надо насилие отвечать наказанием, хоть кого наказывать, хоть старший, хоть младший наказывать, имеет значение. Если человек нарушает закон, должен быть наказан, иначе он еще дальше будет совершать. В вашем случае так, да. Еще до вас случай был, вообще побили человека.